Это спальное помещение, где люди могут размещаться и здесь отдыхать. Вторая комната для двоих человек. Это тоже спальная комната. Душевая кабина. Здесь всё подключено, всё работает. Горячее холодное водоснабжение. Здесь у нас находится такая мини-прачечная. Есть кабинет для занятков, место для отпочинку, кухня с сегодняшней обходной техникой. А пошним часом люди, которые у семьи сутыкнулись с выпадками психофизичного хвалта, у одной сынах до себя, у сегодняшний сеть вертаются за допомогой до специалистов. Не соромятся рассказывать про свои проблемы. Семейное насилие, оно где-то даже скрыто. И когда мы начинаем работать с детьми в школе, уже с подростками, мы выявляем всё новые и новые факты. Люди, как правило, стесняются, боятся чего-то. Сюда же они могут спокойно обратиться. И здесь им помогут, их защитят на то время, пока мы будем работать с тем же насильником или насильницей. В каждом районе Могилёвской области созданы кризисные комнаты. Кризисная комната была и ранее создана, и в центре Октябрьского района города Могилёва. Но сегодня произошло открытие кризисного дома. В чём его уникальность? В том, что одновременно несколько семей могут находиться и получать услуги в этом кризисном доме. Настолько нужных и важных учреждений для наших людей, которые попали в ту или иную непростую жизненную тяжёлую ситуацию, и которые сегодня будут иметь возможность не только реабилитации, а будут иметь возможность и профилактики выхода из этих кризисных ситуаций. У кризисным доме могут часовой жить и одинокие состарелые, например, подчас ремонту у их хатя. Открытие кризисного дома стало мягчимым, дякуючи спонсорской допомозе и пазобюджетным сродкам.